МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И время не имеет значения, но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Ну что же, программа «Встретились, поговорили» в нашем эфире. И, как мы уже анонсировали на сайте Микс Ньюс, сегодня мы встречаемся и говорим с кинорежиссером, с автором цикла «Счастливые люди» Дмитрием Васюковым. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Здрасте, Олег. Здрасте всем. Мы вот уже как-то встречались и говорили о фильме, документальном фильме «Дом». И тогда вот сетовали еще, что нет такой возможности, может быть, его показать широкой аудитории, публике. Там были практически какие-то закрытые, полузакрытые показы. И вот, наконец-то, 5 октября в кинотеатре «Сплендед Пелес» можно будет совершенно свободно, вот любой желающий сможет прийти посмотреть эту картину. И вот благодаря этому событию, этому мероприятию, показу этого фильма, один из персонажей этого фильма как раз-таки появился, приехал в Ригу на премьеру. И, может быть, вот, ну, давайте, может быть, напомним о самой картине, о том, что, чему посвящен фильм «Истории какой семьи» и почему именно вот эта семья стала героем вашего проследования. Давайте, давайте напомним. Значит, этот фильм я начал снимать еще в 2018 году, и тогда я приехал на Аляску, и там, ну, по приглашению, собственно говоря, будущих героев фильма, и я жил в их доме, и думал, что вот я сейчас буду снимать про особенности Аляски, про все эти, там, медведей, моржей, тюлени, там, и охотников в далеких избушках, но оказалось так, что эта семья оказалась непростой семьей. Эта семья – это потомки старинного и известного в России княжеского рода Голицыных. И вот в этом доме жило, в общем, четыре поколения этой семьи. Вот, и когда я познакомился поближе с патриархом семьи, главой семьи Просковья Николаевна Голицына, который, княжной, который был на тот момент 94 года, и в разговорах с ней, в разговорах с ее дочью Катей, с ее внуками Алексом и Майклом, то есть Алешей и Мишей, я понял, что какие могут быть вообще охотники, медведи и так далее, какая там, может быть, дикая природа, когда передо мной открылась совершенно потрясающая история нескольких поколений такой семьи. А в итоге живущий на Аляске уже больше, почти 30 лет, больше 30 лет. И вот, собственно говоря, из этого родился замысел этого фильма, и вот я снял пять серий, это оригинальная версия пятисерийного документального фильма, собственно говоря, вот о событиях, которые происходили с этой семьей, начиная от 1917 года, то есть с революции до сегодняшних дней. Больше 100 лет охватывает картину. Совершенно верно. Мы снимали и во Франции, мы снимали и в Америке, во многих местах Америки, но, естественно, на Аляске. Вот. Вы вначале сказали, да, это немножко устаревшая информация, мы хотели действительно пригласить одного из членов семьи, но благодаря нашим замечательным спонсорам вот этого показа, который состоит с 5 октября, 5 октября в 7 часов вечера в Сплэндиде, наши многоуважаемые спонсоры нашли деньги с тем, чтобы мы могли пригласить сюда, оплатить дорогу трем персонажам. То есть приедет сюда, уже прилетело, я буквально вчера их встречал, это Екатерина, Майкл и Алекс, то есть Катя с двумя своими сыновьями, Мишей и Алешей. Тогда сразу же вопрос, насколько вот действительно они сохранили, ведь учитывая, что это уже какое поколение, людей, которые родились и выросли вне России, то есть они как бы физически даже не соприкасались. Даже 94-летняя княжна Прасковья, их бабушка и мать, мать Кати и бабушка Алеши с Мишей, даже она родилась в Париже уже в 25-м году. А вот ее отец Николай Васильевич, князь, он, да, он в 17-м году еще, естественно, он родился в России, и жил в России, и поступил в гимназию в России, но вот его революция застала уже курсантом, гимназистом, и он, значит, пошел в белую армию и обронял Кремль от большевиков в Москве, участвовал в этом московском сражениях московских революционных 17-го года, ведь в Питере их особо не было. Как раз сражения-то были в Москве как раз, которые сейчас тише воды и ниже травы. Вот, ну ничего, это все, я думаю, вспомнится. Вот, и поэтому Россию они увезли Николай Васильевич, естественно, со своей будущей женой Лидией Миллер, с которой он уже, на которой женился в Париже, после чего родилась наша княжна Паша. Вот, конечно, она в них жила. Конечно, безусловно, это русский язык, это литература, тем более, что один из членов этой семьи в дальнейшем оказался еще и Иван Михайлович Толстой, внук Льва Николаевича. Вот, и понятно, что и Катя, и Прасковья Николаевна выросли абсолютно в русской семейной атмосфере. Они ни о чем другом, кроме как о России, говорить не могли. Другое дело, что тогда была одна особенность у той первой волны эмиграции, собственно, белая эмиграция, как ее называют, была особенность в том, что эти люди уехали вынужденно, они бежали из страны, из России. И у них не было даже мысли, что это навсегда. И тогда был такой, так называемый, нансеновский паспорт существовал, который позволял жить многим беженцам, эмигрантам и так далее в разных частях мира, ну, а Франция, в частности, не принимает чужое подданство. То есть это был апатрит, человек без родины, грубо говоря. И как ни странно, я когда Прасковья Николаевна спрашивал, ну, а вы приняли французское гражданство в итоге-то потом? Она говорит, да вы что, Дмитрий, вы что? Это считалось шкурничеством принимать чужое подданство. Мы гордились тем, что у нас вот этот вот нансеновский паспорт, то есть человек без родины, но тем не менее в нашей среде мы переставали общаться с теми, кто принимал чужое подданство. То есть это считалось как бы таким предательством по отношению к родине? Вообще дурным тоном, предательством совершенно вообще. Ну, просто это казалось для них очень странным, неприемлемым и удивительным. Ну, в принципе, это можно объяснить, наверное, тем, что такой человек как будто бы говорил, ну, вот по принятиям чужого подданства, что он хочет остаться на чужой земле. То есть для них же, я понимаю, это всё равно желание вернуться обратно. Поэтому они не принимали чужого подданства. Главное их желание и мечта и так далее было вернуться на свою родину. Поэтому как можно при желании, при мечте вернуться на свою родину брать чужое подданство? Подождите, вот сколько существовали нансеновские паспорта? То есть вот сейчас-то вот уже нынешнее четвёртое поколение наверняка... Нет, их, по-моему, отменили. Я вот, честно говоря, не помню, когда их отменили. Ну, по-моему, тогда, в те времена, они и закончились. Я думаю, мне кажется, перед войной что-то такое. Нет, потом они... Потом, когда нансен ещё начал же организовать фонды с помощью русским в связи с голодом. Да, да, мы говорим про знаменитого, по-моему, дочерня. Притьёв. Притьёв Нансен, да. Он норвежец. Норвежец, да, простите, да. То есть знаменитый путешественник, который... Это как раз его было... Это было и... Из-за этого он, по-моему, и Нобелевскую премию даже получил. Совершенно верно. Он, по-моему, у него был... Нобелев, но он был первопроходец, Арктики там и так далее. Это всем известный персонаж, замечательную книжку, кстати говоря, он написал. Что-то такое Россия будущего, что-то такое именно про Россию. Про своё путешествие на своём кораблике по север морпути от Норвегии. Он путешествовал и зашёл в устье Енисея. И по Енисею он поднимался. По Енисею и из каждого станочка, такой деревушки, он докладывал царю, нашему царю о своих, значит, передвижениях. Это всё его путешествие было. Он до Красноярска как раз добрался на кораблике на этом. Господи, какое знаменитое название этого кораблика. На F какой-то. Ну, может быть, радиослушатели сейчас полистают интернет, сразу найдут. И он добрался до Красноярска, оттуда уже на поезде с почтями он, значит, прибыл в Петербург. Это была такая история. И после этого он написал замечательную книжку. Она, кстати, её можно найти. Ну, вот, возвращаясь к семейству, мы видим уникальный как бы... Фрам вспомнил. Фрам. Кораблик этот назывался Фрам. Извините. Да, уникальный опыт сохранения вот культуры своего языка, несмотря на то, что, в принципе, вот если говорить об Америке, она же такой плавильный котёл, то есть туда приезжали итальянцы, немцы, там, господи... Страна иммигрантов. Целиком. В какой-то даже говорили момент, ведь настолько было много немецких эмигрантов, что даже немецкий начал как будто бы теснить и английский, то есть мог немецкий стать государственным языком Америки, но тем не менее вот всё переплавилось. А вот это, в принципе, удивительный опыт того, как сохраняется культура, язык, и причём как будто бы в законсервированном таком, я понимаю, виде. Вот вы когда общались, этот язык, он напоминал, насколько он был... Он... Нет, безусловно, мы понимали друг друга, говоря на этом языке, но поскольку, ну, всё равно какие-то книжки я в детстве читал, и в зрелом возрасте тоже, их язык, конечно, обороты какие-то, словечки и так далее, они не похожи на современный язык такой, знаете, с какими-то современными уже идиомами и так далее, а он больше похож на тот литературный язык, там, скажем, Куприна, Толстого, Лескова, в общем, всё то, чем наполнялась Паша через своих родителей, и то, что она могла вот эту речь свою передать, значит, и своей дочке, и внукам. Безусловно, да, ну, я... Ну, нет, конечно, они замечательно говорят по-русски, если учесть то, что всё-таки они никогда и не жили в России, и не были в России. Вообще, этот их приезд сюда довольно волнительный для них, потому что, очевидно, это волнение вызвал я, потому что я сказал им, что, представляете, вы будете в трёхстах километрах от вашей, как бы, такой исторической родины, что называется, от России, в трёхстах километрах. Сейчас многим, конечно, в Риге здесь это не очень нравится, и это не очень настраивает, по понятным причинам, да, на какой-то оптимистический лад, но вообще, вот это их первое путешествие, вот такое в Европу, вот так вот близко, и, в общем-то, в такую, ну, Рига же говорит и по-русски, и по-латышски, понятно, но они никогда не были в том месте, в какой-то среде, где вокруг них они слышали бы русскую речь. И вот я вчера с ними гулял по Риге, и это было, они просто умилялись от радости, что они, ну, в Америке, понятно, где, ну, вот между собой они говорили, ну, собственно, и всё, и нигде бы не найти этих русских больше. А здесь они слышат, и они, отдавая должное всему тому напряжённому моменту, который сегодня существует, и, слушайте, сколько комментариев там в Фейсбуке на, было под постом, скажем, Акунина о том, что 5 октября будет показываться фильм «Дом», хотя там было написано и на латышском «Майя», и по-английски «Хом», и по-русски «Дом», но многие, значит, обратили внимание, что сколько можно терпеть эту русскую речь вообще вокруг. К сожалению, я не думаю, что надо отвечать на эту тему кому-то, ругаться, оскорбляться или увещевать кого-то. Я думаю, что, ну, сегодняшний момент такой, что да, я понимаю, что это может кого-то раздражать. Безусловно, понимаю. Я, честно говоря, меня самого раздражает, даже меня, вот меня, не Голицыных, которые только прилетели, а меня. Я когда слышу русскую речь, я всё время как-то так внутренне вздрагиваю, вот как ни странно, потому что это мне тут же напоминает о том, что творит моя страна в мире вообще, и что она сейчас, чем она угрожает миру, и миру в буквальном смысле, в переносном смысле. И это от этого просто дико стыдно, очень стыдно. Вы знаете, с другой стороны, я читал вот буквально вчера книгу американского социолога Майкла Манна, она называется «Тёмная сторона демократии», он говорит о тех вот, ну, он говорит, пишет об этнических чистках, и просто он упоминает, говорит о том, что он считает несправедливым всё-таки обвинять, часто говорят, что, ну, вот немцы начали то, немцы сделали то, и он говорит, что как нельзя впадать в другую крайность, говорить о том, что виноваты только, значит, бесноватые фюреры. Понятно, что вот, но другая крайность, вот полностью обвинять народ, что именно он весь виноват, и он приводит данные о том, сколько было тысяч человек, которые отказывались служить ними, вот в немецкой армии во времена вот уже войны, и сколько из них были расстреляны и подвергнуты репрессиям. Это всё понятно. И вот он, ну, вот он, да, вот мне кажется, что, конечно, вот как бы эти подфодатели... Это всё понятно, но моя бабушка, перенесшая все ужасы войны с немцами, она до конца своей жизни не могла слышать немецкую речь. Понимаете? Отдавая себе отчёт в том, что не весь народ, и есть разные хорошие немцы, и есть другие немцы, и так далее, но, к сожалению, вот на бытовом уровне, вот это так, для неё звучание немецкой речи связано с ужасами, которые она пережила. Ну, у того же вот Акунина в его блогах, я помню прекрасный пример, он говорил, что вот на территории бывшей Югославии там есть единственный памятник немецкому солдату, это был вот момент, когда, ну, югославских партизан должны были расстрелять заложников, и один из солдат расстрельной команды сказал, что я не буду стрелять, ему говорят, мы тебя отдадим по трибуналу, он говорит, зачем по трибуналу расстреляйте меня вместе с ними. И он встал с ними, его расстреляли, и местные жители, вот, были свидетелями, они запомнили, и поставили ему памятник, говорили, что это, наверное, единственный памятник вот немецкому солдату стоит, ну, то есть о том, что люди разные. То, что люди разные, и в каждом народе есть и такие, и сякие, это безусловно, безусловно, но, знаете, это бесконечные сейчас, может быть, эти споры, они вспыхивают, горят. Ну, я думаю, что споры как раз мы завтра, да, как раз таки они и будут. Нет, это, скорее, значит, сегодня третье. Вот эти споры, вот, они как раз будут сегодня вечером в кафе Лайвас, Лайвас, это вот станция, как река это называется? Да, у Гавада. Нет, нет, это еще следующая река. Так, подождите. А на какой станции? Ну, на Юрмале. А, в Юрмале. Это как? А, я понял, да, 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 все. Ну, напомните свою реку еще одну. Да, да, да. Я понимаю, о чем вы говорите. Значит, это будет в Дзинтере, в Майвере, где? В Булдуре, Лилупе. Это вот переезжаешь. Ну, сразу в Лилупе, да? Вот там, где Лилупе. Лилупе. Ну, да, Лилупе. Так вот, речка. Совершенно верно. Вот станция Лилупа. И там есть кафе Лайвас. И вот сегодня вечером, по-моему, в 7 часов, вот, я не помню, когда, честно говоря. Ну, это можно там есть в Фейсбуке, можешь посмотреть в нашей группе, и там это написано. Как раз будет разговор на эту тему, и вообще беседа эта будет называться так. Это Андрей Васильев будет принимать участие, а собеседником его будет как раз наш Майкл Голицын, Миша Голицын. А я там буду принимать участие, ну, в качестве такого рефери. Вдруг нам придется их разнимать, и вот я готов буду. Вот. А тема вот будет как раз такая. Хорошие русские. И Васильев спрашивает Мишу, а так бывает? Вот мы сейчас с вами, безусловно, понимаем, что да, бывает. Но сейчас такое ощущение у массы людей, что так не бывает. Вот мы на эту тему поговорим. Так что, а это свободно? Нет, там билеты продаются, но это вот надо найти Катю Сапожникову в Фейсбуке и с ней связаться, и она тут же, у нее есть эти билетики в это кафе, и можно прийти и будет. Можно просто в кафе прийти в это и купить билет на эту беседу. Так что сегодня вечером можно принять участие в беседе, в дискуссии. Но вот, по-моему, я где-то читал данные о том, что 2 миллиона человек после революции эмигрировали. Как раз это был после Врангелевский поток, когда эмигрировала практически вся белая армия с семьями. Добровольцами. Чем вот ощущение, ведь как будто бы насмешка, цикличность истории, то есть если посчитать, наверное, количество людей, которые вот начиная еще с 14-го года, потом, в принципе, начало войны, и сейчас вот это начало мобилизации, я думаю, что там будет не меньше. Ну, пока чуть меньше, наверное, но вообще цифры уже сопоставимы, сопоставимы. Это вот как раз как, там у меня в фильме, там есть вот два героя, один из них удивляется, вспоминая войну ту с немцами и возвращение насильственной репатриации наших пленных советских, которые попали в плен к немцам. И он все удивлялся, почему Сталин хочет их вернуть насильно, причем даже, на родину всех, кто оказались в Европе, вообще за рубежами России, вернуть он хотел в Россию. Ну, потом, естественно, их вдавались, ну, белые билеты и чуть не изменник родины их называли, многих сослали в связи с этим. Ну, вот наш француз, который в фильме, один из родственников тоже Голицыных, он удивляется, вот у нас пленных, которые оказались в плену немцев, у нас их принимали, у нас их честовали, у нас их носили на руках. Почему, говорит, в России, почему Сталин хотел, вот так, так с ними обращался? И я там в закадровом тексте очень частично даю ответ на этот вопрос. Почему? Потому что Сталин боялся вот большого скопления русской миграции в виде наших, тем более военных, в виде наших советских пленных за рубежом. Боялся он потому, что они помнят еще большое скопление белой иммиграции за рубежом, который Сталин боялся, потому что они вынашивали планы вернуться на родину и разобраться. Так вот, с военнопленными Второй мировой войны, с советскими, Сталин уже не хотел этого повторения, чтобы там скапливалось много наших соотечественников, не вообще, которые мечтали уехать, а мечтали вернуться на родину. Вот это вот поэтому началась насильственная репатриация, в буквальном смысле, из Германии, из Франции и многих стран Европы. И причем ведь многие действительно недоумевали, что зачем вернуть людей, которых сразу же арестовывали и отправляли в лагеря. Вот именно за тем, чтобы они потом там не вынашивали ненужных планов Сталину. Вот. Я думаю, что сейчас за пределами России вот скапливается достаточное количество и молодых, и среднего возраста людей, спасающихся в данном случае от мобилизации до этого, просто уехавших и не принявших войну, которую развязала Россия. Вот. Сейчас за рубежом много таких дееспособных, сильных, крепких, умных людей. Вот. Я ни к чему не призываю, но я думаю, понятно, что я имею в виду. Я думаю, что они, конечно, должны сообразить, что с ними произошло. Вот. Но думать о том, как и с чем вернуться на родину все-таки, и что делать на этой родине по-другому. Вот. Скажем так. А вот как вы думаете, это огромная масса сейчас действительно мигрантов, она... Но когда-то Лига была центром эмиграции, это еще вот в ту первую волну. И действительно, Лига была таким, ну, и транзитным воротами, и через которую... Культурным центром. Культурным центром. Здесь же выходила там газета «Эмигрантская сегодня» и очень известная. Вот. Это эти люди, которые сейчас уехали, они... Как вы думаете, вот насколько... То есть, опять-таки, ведь все уезжают как будто бы ненадолго, но вот опять возникает этот вопрос, что дальше? То есть, они останутся... Будут ли они принимать чужое подданство? Останутся ли они русскими людьми? Вот эта вот вся масса... Это, в принципе, мы повторяем вот практически вот всю эту историю дома. Абсолютно. Вот как дежавю. Да. Просто дежавю. Ну, на этот вопрос не до конца, конечно, но начала отвечать моя Просковь Николаевна, которая перечисляла эти волны эмиграции. Значит, она перечислила первую свою, белую эмиграцию, вот, которые уходили из-под пуль. Вторая, говорит, эмиграция, по выражению Солженицына, уходила из-под виселицы. То есть, когда душили, ну, в таком, в переносном смысле, конечно, душили. То есть, не давали ни свободы, слова бы не было, то есть, советские времена. А вот, говорит, последние волны, говорит... Ну, она, правда, к сожалению, слава богу, она не застала начало этой, последней войны. Вот, она имела в виду другие волны. Они уже, как бы, уезжали, желая устроиться, знаете, на Западе. Ну, устроиться, то есть, ну, грубо говоря, раствориться. Вот, и сегодняшняя эмиграция, это эмиграция самых умных, талантливых, честных, свободных людей, на самом деле, которые не могут, просто, вот, они физически не могут находиться. Я знаю многих, у меня много друзей, которые сейчас, кто во Франции, кто здесь, кстати говоря, в Латвии, кто в Чехии, они живут намного ниже того уровня, уровень их жизни, намного ниже, нежели был в Москве в свое время, в России. Вот, и тем не менее, несмотря ни на что, с детьми, с маленькими, они выбрали, вот, трудную, тяжелую жизнь за границей, зачастую без дома, без денег, без знания языка и так далее, и так далее, нежели оставаться, чтобы только не оставаться, вот, сейчас в России. Ну, я не знаю, я не знаю, все они, кого я знаю, конечно, они все мечтают вернуться, но какой цикл и какой круг нам история преподнесет, кого она, как говорят, история же надзирательницы, да, она просто наказывает за невыученные уроки, вот, когда, наконец, она нас накажет за невыученные уроки. Может быть, этот урок окажется выученным, наконец, и что-то люди придумают, что с этим сделать, и же много и политиков, и политтехнологов, и голов, и экономистов, которые сейчас оказались на Западе, вот, они собираются, размышляют, думают, но пока это все на уровне, конечно, разговоров, никто из них не решается возглавить как-то этот серьезный процесс. Навального посадили, как известно, кто мог бы, скажем, что-то действительно делать, он сидит, значит, в жесточайших условиях совершенно в тюрьме. Ну, посмотрим, ну что, еще не конец пока света, но он близок вообще. Я вот клоню к тому, что фильм «Дом», который был задуман и начинал сниматься еще в 2018 году, вот, внезапно, получается, приобрел невероятную актуальность, вот, так говоря, сталкивая нас вот с этим опытом. Удивительным образом. То есть, в 2018 году я и подумать не мог, что... Нет, ну, уже были, как бы, наметки такие, да, как бы, уже примерно так предполагалось, куда это идет, но то, что начнется война, ну, я до последнего в это не верил, потому что я верил как-то в здравый смысл, в разум даже этого человека. Оказалось, что там его нет. То есть, ну, получается, что эту картину можно посмотреть вот как попытку разобраться и вот в этих вопросах в 5-го числа, послезавтра в Splendid Palace, фильм «Дом», и как раз вот с режиссером этого проекта, Дмитрий Васюковым, мы как раз говорим о том, что, кстати, я понимаю, что будет версия особая, то есть, мы говорили, вы упомянули, что там был 5-серийный... Да, мы покажем киноверсию, киноверсию этих 5-серий, это такая фестивальная версия, киноверсия, она длится 2,5 часа, начало в 19 часов 5 октября в Splendid, вот. И, естественно, должен напомнить, что всех зрителей фильма ждет уникальная встреча просто с героями фильма в конце просмотра. Поэтому это, мне кажется, ну, для меня, поскольку я фильм видел, да, как сами понимаете, вот, для меня, конечно, это самое интересное было бы, вот это общение людей из разных, вроде как и из этого века, и вроде как из другого 100 лет назад. Вот, возвращаясь к теме хороших русских, все-таки, ведь многие обращают внимание на то, что, может быть, Россия, вот, дореволюционная, мы ее слишком идеализируем, и она ведь тоже представляла собой как раз-таки клубок проблемы, которые вызвали вот революционные перемены. Вот это то, что она была достаточно агрессивным государством, которое в какой-то момент, ну, ослепленное вот войной, успехами войны 12-го года отечественной, когда русские казаки в 14-м году уже были в Париже. И вот, казалось, все, это привело потом и к Крымской, опять-таки, вот Крым, тема Крыма здесь, Крымской войне позвали. И японской потом. Японской войне, да, то есть вот эти все какие-то вот моменты. Это все те круги дежавю, которые нас возвращают на то, чтобы мы выучили хоть один из уроков этих, которые нам постоянно преподносит история. Она не остановится, история, это матушка история, пока мы не выучим хотя бы один из этих уроков. И не усвоим его, что так делать нельзя, как у Полунина, нельзя. Но это неприлично, это ведет в пропасть всех нас. Вот все эти, то, что вы перечислили, да, и Крымская война, и Японская война, и Первую революцию, которую вызвало, да, 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 и война 14, это самая Первая мировая война, она тоже, вот она как раз привела к дальнейшему ужасу. Но, несмотря на то, что, конечно, Россия была полна уже многими проблемами к тому времени, но, тем не менее, 13-й год это был взлет промышленности. Россия была на третьем или четвертом месте по экономике в Европе. Она расцветала пышным светом в смысле экономики, чего не скажешь о сегодняшней России, где две трети страны, пардон, сортирами на улице, где бездорожье, грязь, и совершенно дикая невыносимая жизнь в том смысле, что никто не видит перспектив. Так вот, если вспомнить 13-й год, да, перед началом той войны и вот этой войны, которая началась. Поэтому, если бы в 17-м году власть не была захвачена абсолютно разбойничьим путем, не цивилизованным, когда было просто разогнано учредительное собрание, вот, и просто ее узурпировали, эту власть, если бы этого не было, я думаю, что Россия пошла бы, ну, не было бы монархи, она пошла бы таким цивилизованным, нормальным путем. Были, там много партий было. И если бы вот этот разбойник Ленин не начал бы всю эту историю вот таким образом, просто разбойничим образом, ну, все было бы цивилизованным. Ну, в какой стране не бывает революции? Буржуазная революция в разных странах бывала. И похлеще бывало, слушайте, вы знаете прекрасно, да, французскую революцию там и так далее. Но все как-то приходило как-то все-таки в норму. Только в России это все растягивается на какие-то столетия. Да, действительно, вот эти уроки истории, о которых вот и говорит тоже во многом фильм «Дом», с историей семьи Голицыных, герои которых приехали в Ригу. И еще раз напомню, что 5 октября в Splendid Palace будет возможность не только посмотреть сам фильм, но и встретиться с героями картины. И вот что больше всего поражает, например, вот вы упоминаете все время то, что внутри семьи, получается, ведь нет общения за пределами семьи на русском языке. То есть практически это редкие, может быть, встречи с эмигрантами, то есть с людьми, которые говорят по-русски. Но тем не менее вот удается сохранить и язык, и интерес. Удается. Об этом очень хорошо сказала как раз у меня в фильме Екатерина, это дочь Просковьи Николаевны. Она же родилась в Нью-Йорке сама. И муж у нее был американец. И она говорила, я говорил в семье по-русски, с ним по-английски. Много было друзей американцев, с которыми я по-английски говорила. Но она говорит, а вот когда мои дети родились, я с ними никак не могла говорить по-английски. Вот это удивительное дело. И она говорит, я чувствую, что вот если я буду с ними говорить по-английски, они мне не будут до конца близки и такие родные, если бы я с ними по-русски говорила. Вот что это вот такое? Ну вот да, вот она там пытается это объяснить. И в фильме это, и Майкл подхватывает эти размышления о том, что такое эта русская душа в человеке, как ее почувствовать, пощупать, что называется. Мы все это, в общем, понимаем и ощущаем, Но вот есть такой феномен, да, что по-русски нам как-то по-другому. Она говорит, ты даже думать по-другому начинаешь. Но опять же таки, сегодня многие вам скажут, и мне в том числе, не надо ни говорить, ни думать по-русски. Не надо. Мы, к сожалению, мы себя, ну мы или они, или мы все вместе, мы не имеем права сейчас это поднимать как бы на флаг, на какой-то гордиться этим. Мы вынуждены сейчас, во всяком случае, стыдиться и страдать. Ну, я скажем так. Но страдания они тоже очищают. Ничего страшного, пострадайте, пострадайте. Ну, с другой стороны, вот если говорить о этих волнах эмиграции, вот насколько чувствуют себя ответственными, вот, я не знаю, потомки семьи Голицына за то, что сейчас происходит в России. То есть они как представители русской культуры. А если вдруг, вот, ну, я не знаю, в Америке услышат, что они между собой говорят по-русски, и там будут их считать русскими, вот несут ли они какой-то груз ответственности за то, что произошло в стране, в которой они не родились, и которые сто лет уже как бы... Понимаю, отличный вопрос. Я предлагаю не мне на него ответить, а я предлагаю вам прийти в «Сплендит» 5 октября и задать этот вопрос непосредственно Голицыным. И я сам с удовольствием и с интересом послушаю, на самом деле. Я не могу сейчас за них ответить. Не знаю, не знаю. Либо сегодня можно поговорить в кафе «Лайва» с вечером, значит, да, либо в 5-го вот те вопросы, это, собственно говоря, почему этот фильм вдруг стал актуальным. Потому что эти вопросы столетней давности возникают и сегодня. Да, действительно, это прекрасная тема, повод для того, чтобы посмотреть прекрасный фильм и для того, чтобы, может быть, сегодня принять участие в дискуссии в «Кафе Лайвас», в «Лео Лупе», где Андрей Васильев будет беседовать с Майклом Голицыным и поговорить вот о судьбах и русской культуры, и русских бежом. Тем более, насколько этих вот волн огромное количество. И эти волны где-то ассимилировались кто-то, где-то, а где-то продолжают сохранять русский язык и русскую культуру, как это сделали герои фильма «Дом». Наверное, нам уже показывают, да, что время завершать. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Васюков, кинорежиссер, который снял фильм «Дом». И вообще цикл большой фильмов «Счастливые люди». Вы можете посмотреть на YouTube-канале. Я думаю, там выкладываются фильмы. Просто наберите Дмитрия Васюкова, вы обязательно найдете YouTube-канал и официальный сайт. Спасибо вам огромное за вашу работу, за то, что вы собрали всех вместе, вот как пазл. И такие вот интересные мероприятия пройдут в нашем городе. Спасибо вам. Всего доброго. Приходите в кино. До свидания.